Жили-были в давние времена царь с царицей и было у них три сына. Старшего и среднего царь очень любил, и воины они мужественные и охотники удачливые. А вот младшего царь не жаловал. Дни и ночи напролёт проводил юноша за старинными книгами. Никаких иных утех знать не хотел. Царица, напротив, более старших братьев отличала младшенького и всегда за него заступалась перед отцом. Так же ли они поживали? И вдруг случилась беда. Заболел царь глазами. Приводили к нему лекарей из своих земель и чужестранцев. Ни одно лекарство впрок не пошло. А слеп царь. Вот как-то зашёл во дворец странник, узнал о болезни правителя и сказал, что помочь может ему лишь целебная земля из страны, что находится в четырёх месяцах пути. А в какой стороне, ему неведомо. В тот час оба старших брата решили отправиться за лекарством и пришли к родителю за благословением. Благословил царь сыновей. А чтобы царские дети в пути ни в чём нужды не знали, дал им по прекрасному скакуну и золото на дорогу. Узнал младший, куда братья отправились, кинулся к матери. И спроси, матушка, и для меня родительское благословение. Да куда ж тебе, детятка, удивилась мать. Такой путь тебе не по силам. Братья твои вон какие удальцы. Нет, матушка, что я из учёных книг знаю, того братья не ведают. Не смогут они найти то далёкое царство и чудесную землю добыть. Что тут поделаешь? Пошла мать к царю и рассказала ему обо всём. Вначале разгневался царь. Не нужна мне помощь этого громотея. Там, куда пошли старшие сыновья, ему делать нечего. Заплакала царица, ещё пуще просит за младшенького. Наконец, согласился царь. Будь по-твоему, пусть едет. Дам ему поганую лошадёнку до горсть медных монет. Рассказала царица сыну о решении отца. Обрадовался юноша. В тот же день собрался и отправился. Четыре дня скакал без отдыха. Нагнал братьев. Увидали его братья, удивились. Что тебе здесь нужно, огромотей? То же, что и вам. Да разве ты на хоть что-нибудь годишься? Несчастный наш отец. Если он ждёт от тебя помощи, воскликнул старший. Эээ, попытаюсь, может, что и выйдет. Тогда повернулся средний брат к старшему и говорит. Не следует гнать нам этого грамотея. Наверняка он из книг узнал, где находится неведомое царство. И как туда добраться. А потом решим, как с ним поступить. Ты прав, согласился старший. И братья продолжили свой путь уже втроём. Прошло два месяца. И достигли они, наконец, места, где дорога расходилась на три стороны. Остановились братья в раздумии, какую дорогу выбрать. Вышел тогда вперёд грамотей и говорит. Любимые мои братья, читал я, что каждый из этих трёх путей ведёт в нужное нам царство. Но пути эти опасные, и люди здесь не ездят. На дороге справа путника поджидает ураганные вихри. Унесёт его под самые облака. Удержится всадник в Сиделе двадцать дней, спасён. Нет, пропадёт навсегда. На дороге слева ждут спутника огонь и дым. Двадцать дней придётся ему пробираться сквозь пожары. В среднюю дорогу стережёт нечистая сила. Драки черти и огромный дракон. В один миг пожирают они всё живое. О других путях в далёкое царство я не читал. Учёным людям видно, они неведомы. А теперь выбирайте, по какому пути пойдёт каждый из вас. А я возьму оставшийся. Задумались братья. Старший выбрал правую дорожку, младший – левую. А грамотею досталась дорога посередине. Опять молвил он старшим братьям. Любимые мои братья, Теперь каждый из нас поедет своей дорогой. Ждут нас впереди опасности и приключения. Давайте здесь, под большим камнем у развилки трёх дорог, Оставим по кольцу, А на обратном пути заберём кольца. Тогда и увидим, Кто вернулся раньше других. И на этот раз послушались братья Грамотея. Положили они кольца под камень И разъехались в разные стороны. Старший брат ехал десять дней, А вокруг ни души. Наконец, достиг он места, Где дул ураганные вихри, Как начало его от земли отрывать. Сначала чуть-чуть над землёй поднимало, А потом всё выше и выше, К самым облакам. Испугался старший брат И повернул обратно. Добрался до развилки трёх дорог, Забрал из-под камня своё кольцо, Поехал в городишко неподалёку, И на постоялом дворе Стал дожидаться братьев. Средний брат Тоже долго ехал по пустынной дороге. Через десять дней видит, Впереди огонь и дым. Стало его жаром обдавать. Так и полыхает пламя вокруг. Испугался юноша И повернул коня обратно. Добрался до развилки трёх дорог, Забрал из-под камня своё кольцо, Смотрит, А обратниного кольца уже нет. Стало быть, старший брат Тоже вернулся. Поехал средний брат В городишко неподалёку, И на постоялом дворе Разыскал старшего брата. Стали они вдвоём Громотея поджидать. А младшему царскому сыну Досталось, как мы уже говорили, Средняя дорога. Не дорога, а болотная топь, Грязь да трясина. Ни зверь туда не забредал, Ни птичка не залетала. Так пробирался он десять дней. Очень уж ему хотелось добраться До неведомого царства И добыть ослепшему царю Чудесное лекарство. Кончил из трясина, Спешился громотей, Пустил своего коня На травку попастись, А сам прилёг отдохнуть Да обдумать. Как дальше быть? Как обмануть чертей И огромного дракона, Что в один миг пожирают Всё живое И никого не пускают К волшебной земле? А жили те драки С матерью дракены В громадном дворце? Всего день пути От болотной трясины, Куда добрёл громотей. Дед же их дракон Жил намного дальше И был он таким огромным И злым, Что даже собственные внуки Его боялись. Наконец придумал громотей Одну хитрость. Вспомнил он, Что в старинных книгах Говорилось, Будто меньший братец драков Потерялся И решил выдать себя За младшенького, Потерянного сынка. Сел громотей на лошадёнку И пустился в путь. На следующий день Достиг он дворца драков. Дождался, Когда солнышко подымется высоко. Знал юноша из книг, Что драки уходили из дома Рано утром, А возвращались поздно вечером. Подъехал к ограде И заглянул во двор. Видит, сидит дракена Одна-одинёшенька. Спешился громотей, Спрятал лошадку В укромном месте И вошёл во дворец. Рассверепела дракена, Увидев человека, Сейчас съест. Но хитрец тот час Бросился к ней. Ах, милая матушка, Наконец-то я вернулся. Неужели ты не узнаёшь Своего младшенького? Младшенький? Удивилась дракена. Но почему ты Так похож на человека? На человека? Ох, и не говори! Люди-то меня и похитили. Все эти годы Мучился я У них в плену. А почему ты Такой крохотный? Совсем не вырос. Посмотрел бы ты На своих братьев. Ах, матушка! Да от такой тяжкой жизни Я не то, чтобы расти, Уменьшаться стал. Пожалела дракена сыночка, Обняла его, Поцеловала, Хорошенько накормила. Вот завечерела, Спрятала мать меньшего сыночка, Чтобы не съели его, Не взначай драки. Много времени не прошло, Собрались драки. Тридцать девять драков, Расселись в большой зале, Смеются, да отдыхают. Тогда вошла в зал у дракена И сказала, Привет вам от пропавшего брата, Нашелся он. Соскочили драки со своих мест, Зашумели, Просят дракену скорее показать им братца. Успокойтесь, и я его приведу, Отвечает дракена. Но не вздумайте его обидеть, Тогда вам не поздоровится. Не тронем, не обидим, Не бойся, загалдели те. Привела мать братца. Драки, как увидели громотея, Опять шум подняли. Ба, да это вовсе не наш брат. Тот не был таким крохотным, Но просто вылитый человек. Нет, ответила дракена, Я тоже сначала так подумала, А теперь вижу, Что это он самый и есть, Мой младшенький. Тяжко, видно, ему пришлось, Вот он и не вырос. Поверили драке словам матери, Обступили громотея, Ну, его целовать, Обнимать, да расспрашивать. Три дня прожил громотей Во дворце у драков припеваючи. На четвертый начал их расспрашивать, Что это за гора там вдали? Гора-то простая, Рядом с морем лежит, А посреди горы дорога. Стережет ту дорогу Наш дедушка дракон, Головой в небо упирается. Никому мимо дракона не пройти, Не пролететь. Даже мы, драки, его боимся. Стережет дед дорогу В царство с целебной землей, Все хвори она мигом снимает. Ну, что ж, сказал громотей, Если это наш дедушка, Схожу-ка и я познакомлюсь с ним, А вось перестанете, Вы его бояться. Нет, так не пойдет, Загалдели драки. Мы тебя не пустим, Он тебя съест. Не просите, Все равно пойду, Освобожу дорогу, Чтобы смогли И выходить по ней без боязни. Взял громотей Железную дубину, Прыгнул на лошаденку И в путь отправился. Целый день ехал, А к вечеру увидел Чудище вдали. Дождался удалец темноты, Тихо-тихо К дракону подкрался И ударил его дубиной. А потом пришпорил Лошаденку посильнее И вперед поскакал. Поворачивает дракон Туда-сюда голову, Сейчас схватит И разорвет обидчика, А его уж и след простыл. Кинулось чудище в погоню, Да и рухнуло замертво. Затряслась земля, Вода из моря Выплеснулась до самого неба, А по земле разнесся Гром великий. Вот и добрался Громотей до царства С чудесной, целебной землей. Веселый, довольный Въезжает он в город. Глядь, куда не посмотрит, Все сном объято. И видно, что сон Сморил жителей внезапно. Каждый занимался своим делом И вдруг заснул. Мастерские раскрыты настиж, А мастеровые спят. Кто с иглой, Кто с молотком в руках. Лавочники и во сне весов Не выпускают. А один крестьянин, Как загрузил что-то в телегу, Так и застыл недвижим, Сном объятый. Не по себе стало удальцу, А потом вспомнил, Что в ученых книгах читал И про такое. Есть на свете края, Где люди по полгоду спят. Вот он и успокоился. Не угадаешь только, Как давно это царство В сон погрузилось. И когда очнется. Решил удалец Поторопиться на всякий случай. Подъехал грамотей К царскому дворцу. Прошел через распахнутые Настеж двери. Мимо стражи, Спящий стоя на вытяжку. И попал в царские покои. Сидит на троне Спящий царь Во всем царском убранстве И с короной на голове. А посреди зала У огромного кипариса, Обнесенного хрустальной оградой, Целый отряд стражников спит. Не иначе стерегут Чудесную землю, Исцеляющую незрячие глаза, Смекнул грамотей. Слез он с лошаденки, Привязал ее к ограде, Прошел за ограду И нарыл ножом Чудесной земли. А потом положил ту землю В мешочек И спрятал ее на груди. Вот собрался юноша В обратный путь. Дай, думает, Пройдусь по дворцу, Посмотрю, Как здесь люди живут. Начал ходить он по залам, Одна красивей другой убрана. Много всяких чудес повидал. Зашел напоследок В маленькую комнатку И встал, как вкопанный. Видит девушка красоты неописанной, Все вокруг озарено ее сиянием. Как увидал ее юноша, То час полюбил. Вот бы взять красавицу в жены. А девушка-то спит. Подошел грамотей к ней поближе, Взял из рук красавицы вышитый платочек, Снял с пальчика кольцо, А взамен свое кольцо надел. А уходя, Наклонился и поцеловал красавицу От всего сердца в обе щечки. От этого поцелуя Упали две розочки. Наклонился юноша, Поднял розочки, А сам надеется. Проснется девушка, Увидит кольцо И даст ему о себе знать. С тем и покинул грамотей дворец, И объятое сном царство. Скакал он без устали, Вот уж и спешился у жилья драков. Радость-то какая, Меньший братец воротился, Живой и невредимый. Дракена не знает, Где усадить сыночка, Чем угостить. Так прошло три дня. Думает грамоти, Размышляет, Как бы незаметнее удрать. По родному дому Совсем тоска обуяла. Говорит он дракене, Что-то взгрустнулось мне, Матушка. Пойду прогуляюсь за оградой, Развею тоску по свежему ветерку. Выпустила дракена-хитреца За ворота, А тут вскочил на лошаденку, И иную ее погонять. Немного пути проехал, Началась стопь до трясина. Стала лошаденка тонуть, Барахтается в грязи, Никак не может выбраться, Вот-вот поглотит ее болото Вместе с удалым всадником. Тут оборонил нечаянно юноша Одну розочку. Глядь, где были топь до болота, Стало сухое место. Выбрался царский сын На ровную дорогу, И иную подстегивать лошаденку. А тут уж вечер наступил. Вернулись домой драки, Узнали от матери, Что брат пошел гулять И не вернулся. И поняли, Что никакой это не братец, А настоящий человек. Кинулись все тридцать девять В погоню, Надо бы схватить хитреца, Пока не достиг он топкого места. Через болото-то Путь драком закрыт. Вот скачет громотей, Видит, Настигает его погоня, Вот-вот схватит. Брошу-ка я еще одну розочку, Спасла она меня один раз, Может, и на другой раз Выручит из беды. Достал громотей розочку И бросил позади. Растеклась за всадником Топь до вода, Бросились драки в рассыпную, А юноша уж далеко. Достиг, Достиг наконец, Меньшой царский сын, Развилки трех дорог. Поднял камень, А под ним лишь одно кольцо. Смекнул он, Что старшие братья Ни с чем вернулись. Забрал юноша свое кольцо И пошел в ближний городок Переночевать. А утром давай Расспрашивать хозяина Постоялого двора. Скажи мне, добрый человек, Не останавливались ли здесь Два молодца? Как же видал я их? Никуда они не уехали, А живут у меня На постоялом дворе. Вначале были знатные Да гордые, Но чистые царевичи. Да со временем Поистратились. Деньги у них все вышли, Коней продали, Одежду на еду сменяли, А сегодня отправились работать За кусок хлеба. Один к пекарю, Другой к повару. Не знаю права, Что из этой затеи У них выйдет. Делать-то они ничего не умеют. Пожалел громотей братьев, Разыскал их и говорит. Сыщите двух добрых коней, Поедем мы домой. Знаем мы, Где можно купить Отличных скакунов, Да стоят они Очень дорого. Чем дороже, Тем лучше, Ответил младший брат И дал им денег. Пошли братья купцам И сторговали Своих собственных коней, Проданных по безденежью. Тем временем Достал младший брат Два одинаковых мешочка, Насыпал в них Простой земли, А мешочек с чудесной землей Лекарством Поглубже За пазуху спрятал. Вернулись братья, Вернулись братья, Дал он им мешочки С простой землей, А про то, Как достал ее, И что с ним в пути Приключилось, Нигугу. Вот пустились Все трое В обратный путь. Старшие братья На прекрасных конях Гордо скачут, А младший На поганой лошаденке Позади трусит. Ехали не так, Ехали, Вот уж и родная земля Недалеко. И надумали тогда братья Избавиться от грамотея. Знали обманщики, Что впереди неподалеку Находится высохший колодец, И договорились, Что старший Поедет вперед, Дескать, Рожечь для ужина костер, А сам накроет Колодезную яму Ковром. Сядет на тот ковер Громотей И вниз провалится. Сказано, Сделано. Слез лошади Громотей, Подошел к ковру И только на него ступил, Провалился в яму. А братья вскочили на коней И к утру были Уже в родном доме. На перегонки Бросились они В царские покои. Положили отцу Волшебную землю На глаза И ничего не произошло. Смекнули братья, В чем тут дело. Поняли, Что землица-то Не настоящая. Да не осмелились Об этом словом молвить. А царицы сказали, Что как расстались С Громотеем У развилки трех дорог? Так с тех пор Его и не видели. А с Громотеем В это время Было вот что. Два дня провел Бедняга На дне колодца. Кричал, кричал, Но никто криков Его не слыхал. А хрип юноша Руки задрал, Лицо в ссадинах. Не вылезти самому, Больно яма глубокая. Что делать бедному? На третий день Пригнал на его счастье В этих местах Своё стадо пастух. Услыхал пастух, Что кто-то зовёт Из колодца. Наклонился И увидел человека. Тогда снял пастух Себя пояс И бросил вниз. Одарил юноша-пастуха По-царски И на родину пошёл. Ночью пришёл в город. Тайком пробрался Во дворец И прямо В царицыны покои. Увидала мать младшенького, Расцеловала его, Спрашивает, Где пропадал, сынок? Почему так долго задержался? Был я матушка В дальнем царстве И принёс отцу Чудесное лекарство. С этими словами Снял юноша Шея мешочек. Достал из него Целебную землю И передал матери. Но рассказывать, Каким способом Он её добыл, На всякий случай Не стал и царице. Царь и слышать Не хотел о громотее И его земле. А потом подумал, Попробую-ка я ещё раз. Вдруг до свету вижу. Положил царь Немного землицы На глаза И в тот же миг Прозрел. Исполнился тогда Отец Великой благодарности К младшему сыну, Что принёс ему Исцеление От тяжёлого недуга. Но старшие братья И тут не дремали. Тот час К царю прибежали И оговорили Громотея. Он, Где хорошую-то землю С таким трудом Ими добытую, Украл, А взамен Насыпал в мешочки Пустой Придорожной пыли, Чтобы посмеяться Над братьями И отцову Благодарность Получить. А царь Гневлив был. Распалился он, Услыхав О таком коварстве, И прогнал Младшего сына С глаз долой. Пришлось Бедняге Переселиться В укромную комнатку На заднем дворе И гулять По закоулкам, Чтобы родному Батюшке На глаза Не попадаться. А тем временем Подошёл Назначенный срок. И жители Дальнего царства, В котором была Чудесная Целебная земля, Пробудились Ото сна И, Как ни в чём Не бывало, Вернулись К своим Дневным делам. Пробудились Ото сна И в царском дворце. И сразу Обнаружили, Что целебной земли Немного Не достаёт. Значит, Кто-то чужой Побывал здесь. Но кто? Царь с царицей Терялись В догадках. Лишь царская Дочь По кольцу На руке Поняла, Что побывал В их дворце Какой-то царевич Из дальних краёв. Поняла И загрустила. Как отыскать Юношу? Решила девушка Отправиться На поиски Своего жениха. Вот Переоделась Она в мужское Платье, Пришла к отцу И говорит, Благослови меня, Батюшка, В дальний путь. Пойду искать Своего суженого, Что взял Моё колечко, А взамен Оставил Своё. Благословил Царь дочку И послал С нею Двух верных Старцев, Чтоб заботились О девушке И дружину Для охраны. С тем Пустилась Царевна В путь И объехала Множество Царств, Да всё Бестолку, Пока не Прибыла Наконец На родину Грамотея. Остановились Спутники На постоялом Дворе. Начали Расспрашивать О том О сём И узнали, Что болел Здешний Царь Глазами И уже Отчаялся Увидеть Свет. Когда бы Не привезли Старшие И его Сыновья Чудесной Целебной Земли Из далёкого Царства. В тот Час Отправили Спутники Во дворец И сказали, Что хотят Говорить С царём. Царь Принял Гостей С радушием, А девушка И говорит, Узнали Мы Ваше Величество, Что не Видели Ваши Глаза Света Белого. Так же И мой Отец Страдает Глазами. Прошу Вас Поведайте Нам Где Находится Чудесное Лекарство Что Принесло Вам Исцеление И Как Его Добыть Чудесное Средство О Котором Ты Хочешь Узнать О Юноша Ответил Царь Это Целебная Земля Её Принесли Мне Мои Дети Но Как Добыть Ту Землю И Где Она Лежит Я Не Ведаю А Сейчас Велю Я Позвать Сюда Сыновей И Они Расскажут Тебе Всё Без Утайки Пришли На зов Старшие Братья Начала Их Девушка Расспрашивать Да Что От Них Толку Один Твердит Я Двадцать Дней Сквозь Огонь И Дым Скакал Пока Не Нашел Волшебную Землю А Другой С ним Спорит Нет Это Я В Ураганном Вихре Устоял Двадцать Дней Под Облаками Летал Пока Не Добыл Волшебную Землю Ничего Царь Из Их Речей Понять Не Мог Только Осерчал Вспомнил Тогда О Грамотее И Послал За Ним А Юноша Лишь Только Вошел Узнал Чужестранцы Царевну Из Дальнего Царства Начал Он Рассказывать Как Добрался До Чудесной Земли Как Братья Бросили Его В Колодец Как Он Спасся А Напоследок Достал Вышитый Платочек Показал Его Страннику И Спрашивает Не Узнаешь Ли Чей Это Платочек А Может Знаком Тебе Этот Перстенек Тогда Обратился К Царю Чужеземец С Такой Речью Вот Государь Ваш Сын Что Добыл Для Вас Лекарства А Я Дочь Правителя Той Чудесной Земли Мечтала Я Узнать Кто Тот Удалец Что Побывал У нас И Надел На мою Руку Вот Это Кольцо Растрогался Царь От Таких Речей Позвал Царицу И Той Час Благословили Они Молодых А Потом Приготовили Пышную Свадьбу И Типеровали Целый Месяц Целый 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...